Скажите, вот в последнее время, помимо, скажем, глобальной повестки, о которой волей-неволей приходилось говорить всем и вся, каждому, конечно, в пределах того, кто насколько себе может позволить, у нас и в республике начали какие-то события происходить. В частности, на этой неделе, в понедельник, ряд кадровых перестановок произошел. Другое дело, что одни и те же люди, в общем, прошли через ротацию некую, но, скажем, наблюдатели выделяют, что кто-то усилил свои позиции, кто-то, наоборот, ослабил. Вот как вы это прокомментируете? Может быть, какие-то отдельные решения вам кажутся наиболее важными, наиболее интересными, а какие-то незначительными? В общем, в целом, как эта картина вам видится? В минувший понедельник то, что огласил Хабиров, имеется в виду переустановка двух вице-премьеров и одного министра, насколько я помню, касалось Бодранова, Иггисамовой и Минэкологии, Искандарова. Вот три движения. Ну, во-первых, надо понимать, что все произошло вокруг одной позиции, ну, за исключением Искандарова. Значит, так как Бодранов раньше у нас курировал Минтруда и социальной политики, и Минздрав, я так понимаю, тоже, и, понятное дело, что он с этим не справился, вот теперь этим будет заниматься и где самого, как министр финансов, она же остается министром финансов. Ну, безусловно, вынужденное решение, то есть кто-то из вице-премьеров должен курировать вот эти направления, Бодранов не справился, а создали нового вице-премьера, Иггисамова. Ну, ей, собственно, курирование там Минтруда, здравоохранения и прочих, ну, как зайцев, бубенцы, то есть вообще не надо. То есть министр финансов, это ключевая фигура, и министру финансов точно есть чем заниматься и дополнять его еще какой-то нагрузкой, это не очень правильно. И он, наверное, не совсем понимает, я имею в виду, министр финансов, что касается трат, да, что касается выделения денег на те или иные нужды в социальной сфере. Министр финансов, наоборот, немножко, наверное, все-таки про то, что как сэкономить, не выделить, не зажать где-то. Безусловно, как раз-таки министр финансов, это человек, который, в принципе, лучше всех членов правительства понимает структуру расходов. То есть этот человек, пожалуй, единственный понимающий бюджет целиком. Ну, я так шутрирую, конечно, есть еще и специалисты в самом Министерстве финансов. Мы же знаем, например, как депутаты госсобрания принимают бюджет, да, то есть как-то вот однажды Рамиль Рахматов опросил на выходе после принятия бюджета, там несколько депутатов взял у них такой блиц-интервью, чтобы как бы, а что скажете, а какие особенности, они говорят, да мы не читали этот бюджет, нам принесли, мы руку подняли и вот как бы приняли его. То есть людей, понимающих на самом деле строки бюджета, очень немного, так что нет, тут я не соглашусь, что министр финансов не понимает затрат Министерства труда и социальной защиты, но это же дополнительная нагрузка, то есть а бюджет и Министерство финансов в целом сейчас, конечно, на переднем плане у нас, той борьбы с последствиями того, что нам в конечном итоге устроил Владимир Владимирович своими действиями за рубежом, то есть мы сейчас это все должны расхлебывать, компенсировать и каким-то образом, ну, не допускать самого страшного и самого ужасного, и вот в этом, конечно, основная роль это Министерство финансов, то есть хоть как-нибудь сохранить тот уровень эффективности бюджета, который был запланирован до всех этих событий. Так что, ну, я отношусь вкратце к назначению десамовой вот на эту должность отрицательно, потому что для нее это отвлечение внимания и излишние, значит, траты времени. То, что Багранов становится каким-то странным вице-премьером одной ногой в администрации главы, а другой ногой в правительстве, ну, я уже говорил о том, что есть риск порвать штаны и что-то там под штанами в этом случае, потому что находиться в такой позиции долго нельзя. Ну, это очевидно попытка оставить на этой позиции человека верного, но мы уже говорили о том, что Хабиров, к сожалению, набирает верных, а спрашивает с них как с умных. Я однозначно пришел уже к выводу о сущности Азата Багранова как чиновника и как функционера. Этот человек, неспособный к эффективной деятельности, он, конечно, принесет еще Хабирову много разочарования. А по поводу Искандарова, ну, здесь все совсем понятно. К сожалению, значит, он попал не на то место, где ему надлежало быть, а попал по старой дружбе, попал по старому знакомству с Хабировым, они действительно очень близкие друзья и знакомые, не справился и был уволен. То есть тут очень простая, обычная такая житейская история, потому что, ну, довести экологическую сферу республики до того состояния, в котором она сейчас оказалась, это надо было еще уметь. Я вот говорил о том, что Башкирия поставила антирекорд у нас больше всех в России незаконных свалок. Тысяча восемьсот двадцать две незаконные свалки, при том, что во всей России их всего пятнадцать тысяч. Может, потому что у нас все-таки решили посмотреть правде в глаза и статистику реальную назвали? Возможно, да. Нет, я понимаю, что здесь вот, ну, вранье, которым пронизана вся политика в Республике, и в России, оно все равно имеет свои пределы. И конечный результат, вот то, что мы видим на улицах и то, что мы видим, ну, с точки зрения там тоже самой мусорной реформы, тех же самых природоохранных мероприятий, которые как бы должны происходить, они не происходят, да, то есть вот один из крупнейших заводов у нас в Салавате работает и работает без документов уже много-много времени, то есть без разрешительных документов на определенные процессы. То есть это все вместе дает общую картинку того, что в этой природоохранной деятельности ничего не делается. Не то, чтобы не становится лучше, а становится хуже. То же самое касается мусорной реформы. В конечном итоге, ну, вот приняли кадровое решение, да, то есть, ну, так как Искандаров был лично назначен Хабировым и призван Хабировым на этот пост, ну, пришлось соблюдать некий паритет, пришлось изображать, что это то, куда он теперь попал, это еще лучше, чем раньше было, помощником президента, главой республики, вернее, быть очень полезно, нужно и необходимо, то есть и трудота, и везли мы с собой кота, но на самом деле это обычное увольнение, увольнение человека, который не справился с своей задачей. А как же так получается, что вроде бы речь идет о министрах, то есть штатных сотрудниках кабинета министров, а в кабинете министров у нас есть председатель, да, в виде Андрея Назарова, премьер-министра, а мы, как бы вот рассуждая об этом, в общем, как-то его за скобки выносим и говорим, что тот или иной человек был там другом, еще кем-то, и всякий раз упоминаем близость к главе республики, нежели к премьер-министру. Почему так происходит? Нет, ну вот мы забыли об Авзалове, четвертый фигурант этого кадрового, то есть революция, господин Авзалов, это вот действительно фигура, которая, ну, из тех самых вот этих вот духовитых парней, да, которые, как вот их ради Фаридовича любит называть, почему-то все эти ароматные парни достаются именно на ту сторону Белого дома к Назарову, да, то есть Ябдрахманов из Ишимбаева, этот особо духовитый мужчина в камуфляже достался, значит, в подчинении Назарову, и Авзалов. Ну, Авзалов немножко такая двойная фигура, он близок к Назарову с точки зрения вот Сибая, потому что Сибай совсем Назарова не посторонний город, и Назаров трогательно опекает Сибай, помогая ему там и что-то там делая, ну, в общем-то, тут вот Авзалов такой, хотя я его отношу тоже к этой когорте бестолковых и бессмысленных чиновников, которые, ну, безумно нравятся Хабирову, потому что они верные, потому что они исполнительные, потому что они вот любят тоже строить скверы и прочее, прочее. Ну, по отзывам жителей Сибая, худшего мэра они еще не видели, чем Авзалов. То есть вот отзывы настолько скверные, настолько, как бы, оскорбительные во многом даже часто, я не стану воспроизводить там многих вещей, но Авзалов, они с радостью узнали о том, что Авзалов уходит. Ну вот, а нам преподносятся это все как раз-таки повышение благодаря личной эффективности Рустама Авзалова, который в трудный период жизни Сибая смог с этими трудностями справиться, в том числе упоминается тот самый эпизод с тлевящим карьером. То есть вот все совсем по-другому, как будто в разных мирах, да? Да, абсолютно. Ну, а на самом деле мы и живем в разных мирах с высшим руководством региона, потому что Хабиров вынужден себе создать этот иной мир, иначе он не сможет существовать, потому что ему нужен мир успеха, эффективности, достижений, которые он, во-первых, транслирует сюда, во внутрь республики, во-вторых, транслирует в Москву. То есть если он будет без конца рассказывать о том, что республика сталкивается со сложностями, что есть нерешенные задачи, и они усугубляются, есть масса проблем, там количество людей, работающих за пределами республики на вахте только растет, количество там алкогольных самоубийств только растет, и прочие-прочие какие-то параметры, там детская смертность тоже растет, и ничто с ней сделать невозможно. Если он без конца это будет докладывать, ну вернее, если он будет докладывать правду, например, в Москву, то однажды его спросят, уважаемый, а вы уже третий год тут начальником, может быть, вам что-то нужно делать, может быть, у вас что-то не получается, может быть, вам нужно какую-то другую работу подыскать. Ну то есть он вынужден создавать вот эту мифологическую среду, которая не существует, но для этого есть СМИ, есть подконтрольные всякие, значит, там, лидеры общественного мнения, и есть вот интернет-телевизор, да? То есть мы действительно живем с ними в разных мирах. То есть в их мире решена проблема с мусором, в их мире растет абсолютный реальный доход населения, в их мире, значит, улучшается здравоохранение, доступность среды для инвалидов и прочее, прочее, прочее. Это все в их мире растет. Это растет все в отчетах, это растет все в сводках, всевозможных статистических исследованиях и так далее. В реальности все это не существует. Ну, так вот устроено. А возможно ли в нынешних реалиях, вообще, в смысле, в глобальной конъюнктуре жить иначе, как раз-таки жить в реальном мире всем сторонам этой истории? Или все-таки вот такова реальность, что не получается властям быть по одну сторону с людьми? Ну, если бы они делали это за свой счет, я бы не имел бы против ничего, то ради бога, пожалуйста. То есть можно пребывать в иллюзиях, но исключительно за собственный счет, да? То есть можно не выходить на улицу из дома, можно там выключить телевизор, выключить интернет. Там, в конце концов, много что можно делать над самим собой, но исключительно в рамках собственной жизни, да? То есть из собственных там ресурсов. Но беда в том, что вот этот вот выдуманный мир, он строится на наши с вами деньги. Вот в чем проблема. Вот здесь я против. То есть чтобы там какая-нибудь Иванова или там, не дай бог, а значит, Барданов существовали за наш с вами счет, да еще и выстраивали вот эту вот ложную статистику отчетности и вот эту ложную вселенную выстраивали. Ну, с какой стати? Нам что, не на что потратить эти средства, что ли? То есть мы, как бы, точно не самая процветающая страна и не самый процветающий регион. То есть и вот этот вот отдельно взятый Салазар, его могла себе позволить Испания. Но мы-то, у нас эти Салазары, они ведь в каждом ведомстве. Вот в чем дело. То есть есть такая история про диктатора, которому, когда он уже совсем выжил из ума и абсолютно уже впал в какой-то старческий маразм, ему создали некий мифический мир, где ему каждый день печатали газету с успехами, каждый день к нему приходили министры советоваться, как бы советоваться. И он остаток своей жизни провел вот в благостном представлении, что он все еще управляет страной, да. То есть, но это отдельно взятый человек, это, как бы, такой, ну, наверное, анекдот, да, исторический. А вот мы-то этих Салазаров наплодили в каждом ведомстве и в каждом регионе. То есть и все они отчитываются, и все у них прекрасно, и газету им печатают, и Башинформа, значит, трубит о победах и так далее. Вот в чем беда. Ой, ну а можно ли из этой беды выйти как-то хотя бы частично, откатиться назад? Условно говоря, даже пару лет назад, когда те же самые чиновники нашего республиканского правительства, по крайней мере, по мнению моему личному, были чуть более открыты, скажем так, и чуть более привязаны к реальности? Или, кстати, я ошибаюсь, они такие же были всегда? Нет, сущность человека не меняется уже тысячелетиями, однако поведение и какие-то аспекты, они, конечно, меняются. И вот действительно, несколько лет назад, я не буду говорить, там, два было года это назад, я бы даже говорил, может быть, о 12 годах назад. То есть, вот где-то начиная с 10-го года, вдруг возникла вот эта вот история с открытостью, с взаимодействием с населением, там, попытки создать некие каналы и так далее. Тогда был действительно искренний интерес, создавались платформы, я помню, как прямо, ну, тот же самый инцидент менеджмент был создан тогда, это очень старая история, кстати говоря, при том еще, когда я работал вот в администрации, как раз эту вот систему тестировали, ее, значит, там, экспортировали и так далее. И тогда был интерес с точки зрения действительно установить контакт и попытаться из этого извлечь пользу. Пользу с точки зрения получения информации, пользу с точки зрения контроля за, например, чиновниками на местах и прочее. То есть, ну, была такая модель, что, например, там, вот берем город Сибаль и отчеты господина Авзалова, да, а параллельно еще есть взаимодействие с населением. И если они существенным образом расходятся, ну, значит, что-то нужно делать, да. Но эта идея очень быстро кончилась, то есть, через примерно 6-7 лет эта идея кончилась и была признана вредной. И теперь ситуация развернулась ровно наоборот. Сейчас все структуры, все каналы взаимодействия с населением заточены под то, чтобы подавлять вот это вот недовольство. То есть, чем занимается мадам Прочаковская? Она занимается вычищением негативных комментариев, там, из ленты Хабирова. То есть, там идет прямо неустанная круглосуточная работа, где вот прямо чистят, 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 чистят. Иногда не справляются, и мы даже успеваем увидеть там пару-тройку каких-то ужасных комментариев. То есть, сейчас взаимодействие с населением сведено к тестированию недовольства, выявлению недовольных, ну, особо там одаренных, значит, взять на карандаш. То есть, вот, собственно, вся вот эта вот, вот этот канал взаимодействия заточен под это. То есть, процессы поменяли свою сущность. Заинтересованности у власти в понимании того, что думает про них народ, особенно нет. Ну, только есть специально обученные люди, специально обученных ведомствах, которые, ну, они следуют на другой, на иной предмет, там, соцсети и всякие коммуникации, да. То есть, там сейчас очень много всяких нормативных есть документов и всяких норм законов, где можно там присесть, там, от двух до пятнадцати, вот, за какие-нибудь высказывания в сети. Соответственно, суть этих процессов поменялась кардинальным образом. Обращу внимание на вопросы наших зрителей, которые, к счастью, они присылают, и, в общем, довольно интересные некоторые из них. Дмитрий напоминает нам, что в день вступления в должность мэра Уфы Рахмира Мавлиева все чиновники собрались для этого на банкете и поздравляли почему-то не Рахмира, а его отца Рафила Назиповича. Значит, и орден даже вручили. И еще и Толкачев присоединился к поздравлениям Мавлиева-старшего и вручил ему почетный знак за особый вклад в укрепление законности. Как вам вот эта история? Ну, во-первых, назначение Ратмира Мавлиева на должность мэра Уфы – это действительно большая победа его папы. Начнем с этого. То есть, ну, не могу сказать, что это была единственная и самая главная мечта Рафила Назиповича, но, тем не менее, действительно, это значимое событие в жизни этой семьи. Безусловно, без папы Ратмир, конечно, бы не стал ни мэром Уфы, ни мэром Нефтекамска. Да и, собственно, в Татарстане он работал на заметной должности крупным замом небольшого начальника, но, тем не менее, это тоже все было с подачи папы. Конечно, Ратмир Рафилович – это, ну, нехорошо так говорить, но, да, это папенькин сынок, который идет, ну, как бы по карьерной лестнице, исключительно пользуясь теми импульсами, которые придает ему и капиталы папы, и влияние папы, и его связи с тем же самым Хабировым многолетние и плодотворные и так далее. Ну, по поводу вручения знаков, почетных знаков за вклад в деятельность в правоохранительных органах, да, Рафил Мавлиев был в свое время сотрудником МВД РБ, при министре Диваеве сохранил с ним очень тесные связи и партнерские отношения. Диваев нынче проживает в Нефтекамске, почетно на пенсии, и, соответственно, как бы, это вот эта старая когорта, старая гвардия тех времен, да, есть много легенд и интересных фактов из жизни господина Мавлиева-старшего, когда он был еще сотрудником МВД, и потом много историй по Нефтекамску, я думаю, что со временем они потихонечку будут подниматься на поверхность. Это очень интересная история, времена были лихие, веселые. Вот, то, что люди собрались поздравить папу, а не самого Ратмира с вступлением в должность, ну, это вот симптоматично характеризует механизм прихода к этой должности нашего нового мэра. Так что ничего удивительного в этом я не вижу, у этих людей так принято, и действительно, вручение там ордена в Кабаке, это, конечно, выглядело очень некрасиво, но так принято в их кругу, это вот, это среда. Ну, несмотря на все вот эти вот эпизоды, скажем так, которые, наверное, в других обществах, в других странах не очень-то приветствовали бы общественность, приветствовались бы общественностью, как бы наблюдатели, будем говорить, жители того же Нефтекамска констатировали, что Ратмиру могли бы удалось что-то хорошее сделать в городе, и есть, может быть, не все, но есть все-таки нефтекамцы, которые сожалели о том, что он уехал в Уфу и покинул их, соответственно, оставил сиротами, да, так скажем. Сиротами, да. Вот, может быть, все-таки с учетом прочих, скажем так, равных, да, с учетом того, что у нас с кадровым отбором, с карьерными лифтами не все в порядке, в нынешних условиях уже и не важно, каким образом человек растет по этой самой карьерной лестнице, ведь есть шанс, что по этой самой лестнице вырастет человек трудолюбивый, соображающий, достойный, и что-то у него получится. То есть, если на выходе получим результат, может быть, какая разница, каким образом в данном случае шел карьерный рост Мавлеева? Ну, я пока не ругаю, Ратмира Рафиловича, я вам объясняю, почему орден в кабаке вручали. То есть, то, что, нет, мы не должны с вами, наверное, идти на такие компромиссы и говорить, да ладно, какая разница, как пришел, лишь бы человек был хороший, да, нет, конечно. То есть, существуют и социальные, и общественные принципы, которым поступаться нельзя. С другой стороны, да, Ратмир Мавлеев, по факту, в чистом виде, молодой, креативный, здравомыслящий, не пьющий, на гармошке играет, на велосипеде ездит. Пока ничего плохого не случилось, да? Действительно, в Нефтекамске он не то чтобы сделал много хорошего, а не сделал много плохого. А по нынешним временам это уже вызывает приветственные возгласы и подбрасывание чепчиков вверх. Были кое-какие темные пятна, как бы в этой истории его правления. Там есть некоторые территории, некоторые земельные участки, которые странным образом перешли в собственность или в пользование. Есть несколько зданий и сооружений, с которыми тоже не все в порядке, и об этом мы тоже поговорим чуть позже. То есть, безусловно, некоторым жителям Нефтекамска все равно, как распоряжается мэр землей, лишь бы убирали два дворах. Некоторым не все равно, и они хотят там законности и справедливости, потому как бы мнения разделились. Но в целом, да, Нефтекамск нельзя назвать самым заброшенным городом последних трех лет. И Ратмир Мавлеев прилагал все усилия для того, чтобы понравиться Хабирову, произвести впечатление на местных жителей. И действительно, это все делалось с прицелом на вот этот вот карьерный рост, который, собственно, и случился. Так что пока, я еще раз повторю, мы ничего плохого не видим со стороны Мавлеева, мы понимаем, я имею в виду младшего, я понимаю, что он лишен полноты власти, полномочий и бюджета. Во многом зависим от бюджета города, так что тут в чем-то его обвинять, особенно пока не в чем. Но рано или поздно все равно начнутся какие-то действия, какие-то события, то есть без конца ездить на велосипеде и махать лопаты, это не дело для мэра. Мэр должен какие-то акции по развитию. Вот я отмечу одно смелое решение. То есть Мавлеев отменил решение Грекова по поводу сквера Гагина. Вернее, вот этой вот безумной затеей снести сквер и построить там какой-то там центр каких-то искусств. Вот, пожалуйста, это реальное действие, которое я приветствую со стороны мэра, который принял здравое решение и просто отменил. Это непросто было, потому что у нас всякие решения всегда окружены всевозможными событиями, иногда коррупционного характера. И отменить их очень сложно. То есть в данном случае я не утверждаю, что там Гагин дал взятку Грекову, а скорее всего этого и не было. Но здесь Мавлеев все-таки пошел наперекор и определенным группам интересов, и, собственно, самому Бачкаеву, который трепетно опекает Гагина. То есть это было смелое решение, да. Молодец. Ну, по парку искусств наша позиция понятна. Но вот вместе с тем есть еще одно кадровое решение, оно, может быть, в тени немножко оказалось. Но все-таки советник главы администрации УФИ по вопросам ЖКХ Вадим Беляков, который в последние годы активно занимался, по крайней мере, озвучивал довольно-таки болевые точки в сфере ЖКХ, в сфере отопления и так далее, не задержался на этой должности после ухода самого Грекова, хотя, казалось бы, чем он помешал новому главе администрации. Как раз-таки помог бы разобраться немножко, да, в хитросплетениях, в которых разобраться, если честно, непросто. Даже человеку, погруженному в сферу ЖКХ. Ну, я тоже немножко не понял, почему это случилось. Сам Беляков это не прокомментировал. Я вообще не понял, почему он пошел на это место. Потому что вот его структура, которую он создал, сетевая структура по УФА-МЕ, по-моему, да? УФА-Сети-МИ. Да, УФА-Сети-МИ. Она сама по себе достаточно эффективно работала, когда была вне власти и вне вот этой структуры мэрии. Зачем его прибрали туда, в мэрию? Ну, у меня есть предположение, что его прибрали, чтобы немножко утихомирить. Вероятнее всего, Беляков не получил какой-то самореализации на этом месте. То есть он не получил инструментов или возможности что-то там делать, с чем-то бороться, чего-то достигать. Ну, это мое такое идеалистическое представление о том, что случилось. И ушел. Есть еще вариант такой, что, скажем, ну, что-то там не сложилось с новой командой. Так или иначе, все равно новая команда начинает занимать позиции внутри мэрии. То есть, ну, это у нас так принято. Вместе с мэром или вместе там с главой, любым руководителем приходит какая-то группа людей. То есть, сложно судить, но так случилось. Если говорить так начистоту, то Белякова место, на самом деле, не около мэра Уфы, а около министра ЖКХ. То есть, и это ближе ему по тематике и по ресурсам. То есть, может быть, он пригодится, господин Морзаеву, там, и как-то где-то туда попадет. А может, нет, я не знаю, я не очень знаком с Вадимом, он на меня всегда производил такое противоречивое впечатление, но, тем не менее, что-то делалось. Понятно. Насколько все-таки шансы подготовиться в эффект 450-летию, оцениваете, как реалистичные? Ну, хотя бы в такой внешней среде, с точки зрения убранства, чистоты и порядка. Тут просто вот пишут, что, видите, у нас все хорошо, прошел дождь, город очистился, воздух свеж, потому что никакие хабировые не могут испортить город, как ни стараются, считают наши обиды со зрителей. То есть, природа сама все исправит. Да, да, да. Ну, оптимизм это чудесно, замечательно, его надо приветствовать, он очищает психику и придает нам надежд на будущее. Но по поводу 450-летия, конечно, шансы наши тают на глазах. Шансы имеются в виду на получение существенного финансирования. То есть, как бы, речь идет о том, что мы должны были выпросить у федерального центра много-много миллиардов на то, чтобы построить там какие-то определенные объекты. То есть, это кукольный театр, это цирк, это два театра, там реконструкция крупных двух театров, это вот эта завиральная совершенно идея по поводу построить то ли колизей, то ли юрту и сделать там библиотеку, ну и еще несколько проектов. В целом, ситуация складывается так, что мы можем вообще ничего не получить, потому что вот сейчас идет стремительная перестройка бюджета Российской Федерации. И, как сказала Эльвира Сахебзадовна, начиная с второго квартала 2022 года, мы увидим структурные изменения в экономике и в бюджете Российской Федерации. В переводе с чиновничего на русский речь идет о существенных изменениях в бюджете России в сторону его уменьшения и экономии. Экономить начнут, естественно, с самого декоративного, ненужного и прочего. Праздники и развлечения Хабирова находятся примерно где-то в этой категории этих вещей, потому что времена тяжелые, нужно сплотиться, нужно мобилизоваться, нужно экономить, а праздновать будем потом. Примерно такая философия. Скоро нас ждет. Не знаю, успеем ли они в эту закрывающуюся дверь, успеют ли они юркнуть и получить там что-то. Безусловно, получат точно не столько, сколько хотели. Дальше подойдет разговор о том, как все распределять, сколько оставить, сколько украсть, сколько уйдет на покраску фасадов. И вот на то самое, что вы, как говорите, декоративно, красиво, на мишуру, да, то есть на баннеры, на салюты, на приглашение певцов ртом. А как же хлебоизвелищество все-таки, да? В трудные периоды власти были как на этом? Пока про хлеб, пока про хлеб. Ну, то есть вот совершенно непонятно, каким будет осень, какой будет осень 22-го года с точки зрения урожая и вообще продуктовой безопасности страны. Совершенно непонятно, что будет с бюджетом, с доходами и с валютными резервами. Так что, ну, наше правительство, я имею в виду федеральное правительство, оно очень осторожное и приучено к всевозможным резервам и всевозможным экономиям. Соответственно, я вполне допускаю, что финансирование 450-летия Уфы, если не будет отменено полностью, то будет существенным образом сокращено. Ну, вот экономику вы затронули, действительно, и Набиолина выступила, и мы тут пару эфиров делали на эту тему. Оптимизма, скажем так, нет, ни из чьих уст практически никакого, но все в один голос говорят, что мы должны как-то вот все-таки собраться с мыслями, с силами и как-то перестроиться и извлечь все-таки из всего этого пользу. То есть, заняться импортозамещением, хотя бы в некоторых отраслях, где это реально, и в конечном итоге выйти из ситуации, усилившимися. На ваш взгляд, насколько реалистичны такие прогнозы? Ну, во-первых, я не соглашусь, что нет тех, кто нам дает оптимистические прогнозы. Владимир Владимирович Путин заявил о том, что, буквально на медне, о том, что экономика стабилизировалась, курс доллара вернулся к уровню того, который был до начала вот этой спецоперации. Владимир Владимирович абсолютно оптимистичен, ему очень нравится экономика Российской Федерации в том виде, в котором она сейчас есть. Он ее видит сильной, устойчивой, стабильной, так что, ну, поводов для беспокойства нет, по крайней мере, у него. Теперь, значит, по поводу паникеров, там, типа Набиулина и прочих, значит, там, министров финансов. Конечно, они дают прогнозы негативные, потому что они люди реалистичные, они не сидели два года под землей, они читали газеты, интернет, они понимают вообще, как это все работает. По поводу импортозамещения. Ну, мы, простите, уже 8 лет шумим насчет импортозамещения. Ну, в некоторых отраслях получилось, что относительно, да, там, я не знаю, сыр научились делать какой-никакой. Нет, мы научились делать предметы, издалека похожие на сыр. Так. Ну, то есть, я в успешных опытов импортозамещения, кроме особенно примитивных производств, которые раньше у нас были, потом исчезли и появились, ну, я не припоминаю. То есть, речь не идет о совершенно каких-то высокотехнологических продуктах, то есть, мы их не научились делать. Речь не идет о сложной электронике, машиностроении, еще о чем-то, нет. Мы это не научились делать. Ну, как мудро отметила Валентина Ивановна Матвиенко, буквально тоже наметнее, мы же гвозди сами не делаем. Какое безобразие? Она вскричала и повелела, а ну-ка, устройтесь, сделайте условия людям, чтобы они могли делать гвозди. Скричала Валентина Ивановна, которая 22 года руководит этой страной, так или иначе, и сама же создала условия, при которых гвозди делать у нас не получается. То есть, мы сейчас наблюдаем такую перманентную ситуацию с унтерофицерской вдовой, пускай Валентина Ивановна не обижается, это не в ее адресе, значит, которая сечет сама себя. Все наши чиновники сейчас сечут сами себя, кричат, что нужно импортозамещаться, нужно становиться сильнее в этих условиях трудностей и так далее, и так далее. То есть, все это мы слышим в 8 лет. А вот, кстати, это такая новая линия в плане откровенности в случае с Матвиенко и еще ряд эпизодов. Она о чем говорит? Что люди действительно искренне узнают для себя что-то новое, скажем, да, и удивляются искренне, и хотят вот эту проблему, вновь открывшуюся для них, решить. Или это о чем-то другом, я не знаю. Ну, предполагая о том, что Валентина Ивановна давно уже не забивала гвозди и не покупала их, наверное, тут есть вероятность того, что она действительно не знала, что гвозди не производятся в Российской Федерации. Допускаю. Но в таком случае, если перестать шутить, то всерьез надо как-то беспокоиться тогда за руководство, которое не знает вот таких вещей. Ну, это же фундаментальный вопрос, я не про гвозди, я про то, что мы не делаем такие элементарные вещи уже давно сами. И если они об этом не знают, это очень плохо. Это значит, что они не в курсе, не погружены в вопросы экономики страны, не понимают сущности этой экономики. То, что они сейчас стали об этом шуметь, ну, это скорее, конечно, пиар. Ну, то есть, там, возглавим, углубим, улучшим и прочее, прочее. То есть, ну, понимаете, в корне вот этого тезиса о том, что мы станем сильнее, потому что нам стало хуже жить, тут, конечно, нет. Это неправда. То есть, это противоречит естеству в комфортных, удобных и ресурсных условиях что-то производить, совершать, изобретать и делать значительно проще, чем в отсутствии ресурсов, в отсутствии мозгов. Из страны убежало огромное количество разумных, креативных и способных людей. В этих условиях, конечно, это сложнее делать. Стать сильнее – это вряд ли. А как же наш менталитет, и даже не менталитет, наверное, а вот история, да, что когда какие-то препятствия и испытания налажатся на, значит, наш народ, наш народ начинает проявлять чудеса изобретательности, смекалки и что-то придумывать. А тут еще и сверху помогают в том смысле, что отменяют излишнее административное давление на бизнес, хотя бы обещают. Ну, предположим, а это все реально произойдет. Мы же уже лет 20 как перестаем хошмарить бизнес. Ну, тогда это были больше слова и лозунги. А сейчас где гарантия, что это не слова и лозунги? Ну, я же говорю, надеемся, что это будет правдой. Пока у нас были только слова и лозунги. И предпосылок к тому, что это будут не слова и не лозунги, у нас никаких нет. Это во-первых. Во-вторых, насчет резистивности и способности к сопротивлению каким-то обстоятельствам нашего народа. Давайте так. Значит, во-первых, нужна мотивация. Когда гитлеровская Германия напала на Советский Союз, все было предельно понятно. Враг на нашей земле. Мы должны ее защищать. Люди шли защищать свою землю, свою деревню, свою корову, свою маму, родину и Сталина. Список был абсолютно понятен. Сейчас не очень понятно, что происходит. Почему мы должны терпеть эти лишения? Значит, ну, есть попытка объяснить, что, ну, это все проклятый, злобный, завистливый Запад не смог совладать со своей сущностью. И исключительно из ощущения зависти к Российской Федерации, не умея сделать так же, как мы, бросился на нас, значит, в атаку и стал нас угнетать. Ну, это тоже не выдерживает никакой критики, потому что мы, по большому счету, пребывая в покое и не бросаясь на соседей, мы, в общем-то, не очень беспокоили и интересовали Западный мир, как страна, как народ и прочее. В последние годы особенно не очень большое внимание вызывали у Западного мира, и почему бы ему вдруг на нас броситься, просто так, это нелогично. Я к тому, что население, чтобы терпеть, должно четко понимать, почему. И самое главное, должно четко понимать, сколько. Вот в Советском Союзе был такой период, когда, да, послевоенная разруха, землянки, Сталинград в руинах, люди понимали, что, ну, мы выиграли вот эту страшную войну, так или иначе мы ее выиграли. И, ну, вот результат, да, мы должны поднимать страну, восстанавливать, а значит, надо потерпеть. Нет сапог, нет достаточной еды, нет губной помады, и ничего страшного. Прошло какое-то время, и где-то к началу 70-х, к середине 70-х стали возникать вопросы, а, ну, собственно, что происходит-то? Война давно прошла, города отстроили, почему нет сапог, почему нет губной помады, почему мы не живем так, как живут некоторые другие или даже большинство. И вот это было очень сложно объяснять, а пропала мотивация, война ушла куда-то далеко. Сейчас, ну, сейчас как объяснить людям, что нужно терпеть? Вот вроде все было хорошо, и бац, теперь нужно терпеть. А разве нужно объяснять, вот если так посмотреть на, не знаю, результаты опроса общественного мнения, да и просто пообщаться с людьми, люди готовы, по крайней мере, на словах терпеть? Ровно до тех пор, пока это не коснулось их лично, это все пока на словах. Они начинают говорить, вон же наши деды, вон же наши предки, но они сами еще ни разу не пробовали. Жить без запчастей, жить без достаточного количества одежды, без каких-то совершенно элементарных вещей, без лекарств. Как же, люди старшего поколения, старше меня или даже вас, они помнят Советский Союз, они как раз жили без запчастей и прочего, они говорят, вот жили же, и сейчас мы вновь можем повторить. Я тоже помню Советский Союз, я при нем прожил довольно-таки продолжительное время и даже успел в Советской Армии послужить, но вот тогда, вот в этот период, как раз, на излете Советского Союза и наступил вот этот этап, когда люди потеряли понимание, почему они должны жить вот так. То есть, еще раз возвращаясь, то есть, чтобы сейчас дать населению, народу, значит, понимание, почему они терпят, нужно объяснить причину. А разве недостаточно объясняют в почти круглосуточном режиме на федеральных телеканалах? Пока нет. То есть, они пока объясняют нам, почему произошло то, что произошло на Украине. Вот пока вот на этом фокусу весь сосредоточен. Тут есть очень такие интересные психологические аспекты. Так как это не война, то это не очень беспокоит население. Значит, так как не наступили еще последствия санкций, то сейчас существует такое ложное представление. Смотрите, это происходит, а у нас ничего еще не изменилось. Ну, почти ничего. В магазинах все то же самое. Связи между поднятием цен, санкциями и событиями на Украину пока не сложились со знаниями. Я вот просто до слез смотрел репортаж ЮТВ, который у нас был по телевизору. Они опросили на улице. Как вы относитесь? Санкции вас коснулись? Нет. А цены поднялись? Ужас как поднялись. Извините, а вас санкции коснулись? Да нет, нисколько. Мы их не боимся. А цены как? Ой, цены ужас. То есть нет вот этой связи претивно-следственной. Но это пока еще люди не умеют такие вещи быстро соотносить. Увы, общество очень примитивизировано последними годами. Уровень образования низкий, уровень самосознания социального низкий. Это все вот пока способствует вот такому. Но свая рубашка ближе к телу, холодильник важнее телевизора. Это давно понятная истина. И, соответственно, вот как только это начнет работать, люди очень быстро начнут связывать эти события. Вот тут нужно объяснять, почему нужно терпеть. Где враг, кто злодей, кто это все сделал и прочее, прочее. У нас очень опасная для властей ситуация в том, что у власти, по сути, 22 года одни и те же люди с незначительной ротацией. И все, что происходит в стране на протяжении почти четверти века, это, ну, собственно, так или иначе на их совесть. Хорошее, плохое, любое. То есть на кого-то свалить, на предыдущую администрацию. Ну, есть робкие попытки там что-то обвинять в чем-то Ельцина. Но мой сын родился при Путине. Он не знает, кто такой Ельцин, а уж тем более Горбачев. То есть, ну, давайте еще там, значит, Хрущева вспомним. Ну, Хрущева, кстати, тут обвинили недавно, он же Крым отдал. Ужас, ужас, ужас. Ну, то есть, вот это слабенько все. Это слабенько, это не работает. То есть, 22 года одни и те же люди руководят страной. Нужны очень сложные, нужны, как бы, такие обороты, чтобы избежать вот этих прямых вопросов, собственно, а кто это все организовал-то вот это все. То есть, ну, не знаю, это сверхзадача стоит перед идеологами Кремля, так что я не знаю, как Кремль справляется. Не знаю, насколько эффективно, это сейчас я у вас спрошу, но пытаются, видимо, и эти задачи тоже решать, например, повышением уровня патриотизма в наших школах. Теперь каждую неделю будут поднимать государственный флаг. С первого класса будут изучать историю. Правда, не на отдельном предмете, а по ходу изучения других предметов. Получается, есть понимание, что не все хорошо, и вот надо вот так вот каким-то образом начать действовать. Насколько это эффективно, уместно, своевременно? Ну, это, конечно, не своевременно. Насчет эффективности поймем, как это будет происходить. А по поводу необходимости, любое государство нуждается в идеологии. Вот это было огромным упущением режима Путина в том, что в какой-то момент государство вообще забросило эту тему, никакой идеологии, кроме денег, не было. Ну, собственно, это очень сильно характеризует само сущность власти, то есть Путин и его команда, ну, изначально ее версия, первая версия, да, это были люди, которые были только про деньги, то есть это потом они поменялись, да, то есть это потом у нас ушли в тень, там, Кудрин, Чубайс, многие-многие другие, да, но вот изначально команда Путина, это были люди про бабки. И их не интересовала идея, более того, они даже в определенном смысле боролись с некоторыми идеологиями, там, коммунистической, там, идеологией ЛДПР, еще какими-то, ну, между прочим, черносотинными идеологиями, да, очень активно им противостояли, вообще любой идеологии. Государство утратило идеологию вообще. Это очень плохо и очень опасно. Государство должна быть идеологией. Вопрос какая? Сейчас идут спешные попытки ее состряпать быстро на коленках. Вот, что это будет, там, какая-то смесь ура-патриотизма, государственного капитализма, там, каким-то образом, в какой-то пропорции смешанная с православием, там, и еще чем-то, да, не знаю, ну, что-то вот подобное они пытаются, значит, в одном блендере смешать. То, что они детям, там, с первого класса историю будут давать, ну, это, конечно, большой минус, потому что, наверное, в возрасте 7 лет еще сложно воспринимать сложные исторические вещи, но, с другой стороны, ребенок можно знать, кто такой был, там, Иван Грозный, а кто такой был Петр Первый, в конце концов, да, и вообще, ну, там, не знаю, что такое, там, Киевская Русь, и что такое, там, значит, Новгородская Веча, может быть, не знаю. По поводу поднятия флагов по понедельникам, ну, это ритуализация некоторых аспектов, да, то есть во многих режимах это было принято, и многие режимы пестовали всевозможные ритуалы, и всевозможные, там, некоторые даже с факелами ночью маршировали по площадям, то есть это все спецэффекты. А почему только режим, вот, Соединенные Штаты, в околе демократии? Нет, это тоже режим, это тоже режим, то есть режим власти. Имеется, я не вижу ничего плохого в определенной ритуализации, да, то есть есть совершенно, там, красивые обычаи, ритуалы, порядки, например, там, ну, вот, отдание чести, там, флагу, там, то, что, например, там, награжденной медалью Конгресса имеет право, там, не снимать фуражку, там, в помещении, в присутствии президента, там, и президент первый ему отдает честь. Ну, то есть это же все ритуалы, да, вот. То есть это все здорово, это хорошо для здорового, мощного, традиционного государства, где эти традиции уходят куда-то корнями и прочее, прочее, да, то есть традиция, она хороша, сказать, выдержкой. Хорошая, потому что армии принимают именно традиции. Да, да, выдержкой своей, временной выдержкой, а не тем, что с завтрашнего дня, с понедельника, все должны бить в барабаны, значит, и поднимать флаг, слушая гимн Советского Союза с другими словами, да, то есть, ну, вот это вот каша, каша в головах, да, еще, а если флаг России будет поднимать батюшка, то это вообще будет хорошо, наверное, да, но в нашем случае батюшка Лимулла. Это не факт еще, что флаг России, потому что вы не собрались вносить в Госдуму предложение о возвращении Советского флага. Учитывая, что еще в 2000 году вернули гимн Советского Союза, насколько это реалистично, на ваш взгляд? Ну, запуск. Нет, учитывая безумие, царящее сейчас в Государственной Думе, и учитывая тот контингент, который туда был собран в последнем созыве, я вообще не удивлюсь, если они, ну, флаг Российской империи, может быть, и не вернут, но инициативу о, как бы, учреждении, скажем, императора и империи, это им вполне по зубам. А уж про флаг Советского Союза вообще молчу. Дело в том, что культ Советского Союза, который пытается сейчас насаждаться, и некая мифологизация успешности Советского Союза, которую сейчас мы наблюдаем в последнее время, это только промежуточный этап. Перед тем, как мы же совсем к истокам возвращаемся, к корням, понимаете? То есть нам бы царя-батюшку вернуть. Даже не императора. Нет, конечно, да. Ну, царя, императора. С империей сложно, будет ли империя. То есть тут надо бы сначала территориально определиться, то есть сейчас как Финляндия вступит в НАТО, вот мы и задумаемся об империи. Но это шутки. А на самом деле да. То есть и монархическая конструкция, она вот в умах у некоторых прямо присутствует. И прямо хотелось бы. То есть это, видимо, для них бы упростило ситуацию. Ну что вот с этим несчастным Путиным мучиться? 1924 год, опять выборы. Как это все объяснить? Ну и снова он останется. А был бы монарх, ну? Ну, так вроде до 1936 года все вопросы сняты. Ну да, нет, ну а фигурально все равно вопросы возникнут. А почему он так долго? А может быть, хватит. А выборы все равно побуждают? Ну конечно, да. Ну естественно, да. А те конкуренты? Раньше был Джириновский, а теперь и он, к сожалению, скончался. Ну у нас теперь будет новый ЛДПР. Ну разве кто-то заменит Владимира Владимировна? Ну нет, конечно нет. Сейчас быстро нет. А партия сохранится все-таки на вас ждет? Какое-то время по инерции она как курица с оторванной головой побегает еще по этому двору Государственной Думы, разбрызгивая в разные стороны кровь. И потом я думаю, что нет. Конечно, это была партия одного человека. Никакой Слуцкий, никакой мальчик, откуда он там в баню доходил с Джириновским, сейчас губернатором стал Хабаровский. Да, Хабаровский. Нет, они, конечно, не конкуренты Владимиру Вольфовичу, то есть не смогут они его заменить, но какое-то время она потрепыхается, еще побегает. Вот где-то выше вопрос я видел от слушателя, возвращают нас к республике. Буквально несколько дней подряд слухи прям бродили довольно активно, что ради Хабирова могут забрать из Башкирии туда, вот сюда, на Восток. На Донбасс. На Донбасс в качестве руководителя чего-то там, видимо, не зависит. Руководителя батальона? Нет, нет, нет. Это при ДНР, ТРВ, объединенные республики? Да нет, бред, конечно, бред. Ну, особенно в контексте событий с Сурковым, конечно, у Хабирова сейчас перспективы совершенно мрачные, в том смысле, ну, в плане роста карьерного, ему бы здесь удержаться. Ну, во-первых, у нас традиции Башкирии без конца прощаться с нашими губернаторами, чуть ли не сначала. То есть, с Рахимовым мы прощались лет пять последних в его власти, с Хамитовым, ну, как минимум два последних года его власти, с Хабировым как-то быстрее стали прощаться, то есть, слухи об отставке стали появляться значительно раньше. Ну, нет, я не вижу реальных предпосылок, реальных, как бы, ну, вариантов, что его отправят на Донбасс, разве что добровольцам уйдет. А вот было бы здорово. Вопрос понятен, точнее, ответ понятен. Следующий вопрос от Артура из нашего чата в Ютьюбе. Добрый день, чем обернется для республики передача предприятия Синтез Каустик в русский водород, лично Малекову Эдуарду? Имеется в виду, видимо, Эдуард Давыдов. А какой Синтез Каустик? Лечь же шла, по-моему, про СОДУ. Вот, но Синтез Каустик, это, видимо, одна из структурных дочек СОДУ. Может быть, да, я не в курсе вот этого, но чем это обернется? Тем, что, ну, это будет вторая итерация, вот, когда кто-то прибрал к рукам крупное предприятие. То есть история не заканчивается? В истории всегда циклично, да. Но я вообще не очень верю вот в это все, мне что-то вот я, я бы хотел с Давыдовым поговорить, никак не соберусь на эту тему, потому что что-то мне вот как-то вот кажется, это все каким-то фантастическим вот это вот обращение к Путину, что-то это какой-то бред, если честно. Я даже не повелся на эту историю до конца. Ну, нам удалось комментарий взять, он отрицать-то это не стал, он сказал, наоборот, вот, единственное, в чем неправы те, кто начали массировать слухи, это в том, что мы вновь размоем долю республики. Наоборот, всеми этими манипуляциями мы долю республики усилим. Это все разговоры в пользу бедных, понятно, но если он действительно обратился к Путину с просьбой передать вот этой ООО с уставным капиталом в 50 тысяч рублей, значит, долю, крупнейшую долю, там, России или республики или УГИХ, ну, это какая-то возмутительная наглость, на самом деле, если честно. Ну, то есть, как бы, ну, я не могу поверить в такое. Ну, и, конечно, отрицательно к этому отношусь, нет? То есть, лучше, как сейчас? Нет, давайте продадим рыночным образом, если вот, если речь идет о передаче кому-то, если государству не нужно, если оно не извлекает достаточно много прибыли, зачем продавать прибыльные предприятия, мне всегда был вопрос, когда шла всякая приватизация, там, того или сего, она идет постоянно, все время продаются прибыльные предприятия, которые приносят хорошую прибыль, к тому же, там, муниципалитету, города, республики, стране. Зачем? Работает же, прибыль приносят, налоги платят. Ну, тут можно объяснить тем, что эффективность менеджмента еще более усилится и еще больше будет. Может быть, усилится, а может быть, не усилится, да? Как вот в том случае, ну, ребята во Франции все качали и качали там через большую толстую трубу, а предприятие ветшало, да, то есть, ну, не усилилась уже эффективность. Нет, если уж так, давайте продавать с торгов. Может быть, есть, кроме Давыдова, может, есть еще желающие. Может быть, дороже купят, может, больше дадут. Может быть, у них инвестпрограмма потолще. Нет, вот это, когда нет конкуренции, это всегда очень смахивает на какое-то понебратство и какую-то аферу. То есть, я вот, исходя из этого, изначально против такой формы. Ну, с учетом того, что сейчас с внешними рынками и вообще с инвесторами, наверное, не очень хорошо, найти покупателя, кто даст хорошую цену, маловероятно. Я так понимаю, что господин Давыдов ведь ничего не хочет купить, он просто говорит, дайте, дайте порулить, дайте, можно я порулю? То есть, если продавать, шанс есть хоть карта продать? Да, конечно, нет, ну, с какой стати-то зачем вот этому кислороду, водороду или там углероду передавать это все? Я не понимаю, нет, и хотите улучшить менеджмент, карта вам в руки, вы же управляете этим предприятием, господин Давыдов. Видите пути улучшения, улучшайте, это ваши должностные обязанности. Или он так ставит, я пока сам не буду владеть, я улучшать не буду, что ли? Да ну, бред какой-то, честно, бред какой-то. Одна из тем, которые вы занимаетесь, в том числе на своем канале, это дольщики, в последнее время они активизировались, у нас есть проблемы с, значит, возмещением обманутых правдольщиков бывшего госстроя, связанные с Садовым кольцом, люди стали ходить в правительство, что вы думаете, почему дела не пошли, скажем, хотя бы вот в части решения правдолем обманутых дольщиков? Ну, в первую очередь здесь связано это с таким взрывным ростом цен на недвижимость, я недавно просто в интересе ради посмотрел цены, просто кошмар, за 200, за квадрат уже выбежало легко, в некоторых местах еще дороже, то есть, ну, есть совершенно банальные локации, 214-215 тысяч квадратный метр, то есть это не центр, это не аристократ, это не там, не рядом с Руфой Гореевной жить, а вот совсем в очень скромном месте. Вот, соответственно, вот этот взрывной цен, взрывной рост цен вызвал реакцию самих дольщиков, а у них-то процесс идет медленно, например, даже тем, кому выплачивают компенсацию, а у них-то 75, они вчера еще радовались, что по 75 им выплатят, а сейчас на эти 75 будку собачью не купишь. Это первый фактор. Второй фактор, снижение активности фонда Дом.РФ, ну, почти до нуля, в этом году общая сумма средств, которые будут потрачены фондом Дом.РФ, в 5 раз меньше, чем в прошлом. То есть Дом.РФ заканчивается, так прямо скажем, да, у меня такое ощущение. И вот это все вызвало некую панику, потому что бурные события прошли, как в том японском стихотворении «Ураган пролетел тихо», на смену ему сборщик налогов в деревню спустился. Где итоги, где результаты? Где достроенные дома, где выплаченные? В Башкирии единицы. У нас вот этот дом прокуроров начали строить на Ленина, Чернышевского. Ну, так там дольщики-то все, боже мой, не ниже подполковника. Ну, они даже и не шумели. Они не шумели, а что им шуметь, им есть где жить. А другие, где значимые решения и результаты этого всего? Вот они забегали, они поняли, что сейчас опять их в очередной раз, как вот Менделеевский треугольник, там, три раза уже всех обманули, все вокруг построили, продали, а у них так все и сделали. Ну, то есть терпение кончается, логики действий властей немного, соответственно, они забегали, загоготали, начали чего-то там предпринимать. Вот, собственно, причина. Да, Миловский парк, даже снести успели некоторые недостроенные дома, с надеждой построить новые. И сейчас перспектив достроить там вообще, как сказать, на уровне исчезающих, при нынешней стоимости стройматериалов, работы и прочее, прочее. Мы начинали нашу сегодняшнюю встречу с разговоров о кадровых перестановках, о ротациях, скорее, правильнее будет сказать, на правительстве, в администрации. На ваш взгляд, как бы вот в нынешнем виде, эта вся конструкция, она надолго, она устойчивая, с учетом того, что у нас руководитель администрации появился, да, лице Максима Забелина. Многие назвали это довольно эффективным решением, компромиссной фигурой. Здесь как-то все устаканилось, кажется. Или это ошибочное мнение? Нет, во-первых, ничего не поменялось. Ну, единственным изменением был, да, уход Сидякина, приход Забелина на пост глава администрации. Вот значимое что-то, да, вот это вот? Да, я не могу сказать, что, ну, я уверен в том, что у Забелина все получится, но он, по крайней мере, действительно, производит впечатление разумного человека, у него есть шанс для этого. Значит, ну, и он не такой злодей, как вот был Сидякин, который, ну, просто какое-то воплощенное зло. Немножко был карикатурным таким персонажем. А в остальном-то что поменялось? Они же кровать им переставляют вот в этом борделе. То есть нужно менять контингент, а не кровати местами менять, да, Витя? Ну, хорошо, это понял. А вот то, что Андрей Назаров анонсировал на совещании буквально в понедельник, большой пакет финансовых мер поддержки, по-моему, 55 миллиардов в сумме. 55,3 миллиарда. Вот. Насколько, на ваш взгляд, это реалистично, первое? И, второе, насколько это будет полезно? Нет, ну, то, что, наверное, это даст какой-то эффект, это безусловно, потому что они там предусмотрели там поддержку, там, предприятия, налоговые, какие-то льготы, еще что-то, да? Но, во-первых, все это начнет работать не раньше июня, в лучшем случае, не раньше июня, в худшем случае позже, если будут копаться, у них там огромное количество нормативки нужно переделать, переписать и прочее, перелопатить, по сути, бюджет заново, Лира закона в ужасе, значит, у нее шевелятся на голове волосы, она переписывает бюджет целиком. Польза какая-то будет, и вопрос к эффективности. Вот как говорят экономисты, каков эффект на каждую вложенную роль? Вот КПД непонятен. Многие меры вызывают вопросы. То есть тут надо, конечно, я бы, конечно, еще раз подумал над этим всем. Ну, хорошо, будем, как говорится, наблюдать за процессом выделения и расходования этих денег. Я надеюсь, что в обозримом будущем мы в своих эфирах об этом поговорим и обсудим. А пока наш час заканчивается, и я благодарю нашего сегодняшнего гостя, спикера, эксперта, политтехнолога Андрея Патылицына. И всех, кто был с нами, также благодарю. Приношу извинения за то, что все-таки были у нас небольшие технические перебои, но не со звуком, а с картинкой. Субтитры создавал DimaTorzok